всем привет ну и сегодня мы поговорим о таком актере как дэвид морс заваривайте душистый кальянщик берите в ручку вискаречек и мы начинаем дэвид морс американский актер режиссер сценарист впервые он привлек себе всеобщее внимание в 80-х годах исполнив роль доктора джека моррисона в медицинском драматическом сериале сент-элсвер он получил мировую известность после таких картин как контакт зеленая миля паранойя долгий поцелуй на ночь скала 12 обезьян и многих других но обо всем по порядку дэвид боудич морс американец по национальности родился первым из четырех детей в семье чарльза и жаклин морс 11 октября в 1953 году в городе беверли штат массачусетс он вырос с тремя младшими сестрами мама дэвида работала школьным учителем а отец менеджером по продажам вырос дэвид в городах эссекс и гамильтон после окончания средней школы морс учился актерскому мастерству в студии уильяма эспера в семьдесят первом году 18-летний парень начал свою профессиональную актерскую карьеру появившись в более чем 30 спектаклях в бостонском репертуарном театре 71 по 77 годы в конце 70-х морс продолжил свою сценическую карьеру в нью-йоркском репертуарном театре прежде чем приступить к работе на телевидении и в кино морс дебютировал на большом экране в 80-м году сыграв главную роль веселого бармена ставшего баскетболистом в фильме скрытые пасы вместе с дэвидом в драме режиссера ричарда донора снялись джон сэвидж и даяна скарует хотя картина скрытые пасы была номинирована на оскар дэвиду пришлось подождать несколько лет до взлета его актерской карьеры большой прорыв дэвида морса произошел восемьдесят втором году когда он впервые появился на телевизионном экране в роли джека бумера молодого актера ставшего отцом-одиночкой после смерти жены сериал сэнд элсвэр медицинская драма которая выходила в течение шести лет и выпустила шесть сезонов после окончания сериала морс играл преимущественно второстепенных персонажей ожидая найти роль которая бы отличалась от того что он делал раньше в это время его фильмография пополнилась такими картинами как винни часы отчаяния индейц беглец байки из клепа братья по крови и лангольеры в девяносто пятом году дэвид морс сыграл роль доктора питерса фантастическом триллере 12 обезьян в фильме собравшим ряд престижных наград таких как золотой глобус и сатурн также появились брюс уиллис и брэд питт в следующем году морс играл в триллерах скала крайние меры и долгий поцелуй на ночь картины получили высокий рейтинг и были одобрены кинокритиками но если в скале я его еще помню в роли военного то вот крайние меры и долгий поцелуй на ночь я как-то запамятовал в девяносто седьмом году дэвид снялся вместе с джоди фостер и молодой дженны меллоун в номинированном на оскар научно-фантастическом фильме контакт в девяносто девятом году он появился фильме снятом по книге стивена кинга зеленая миля вместе с томом хэнксом и майклом кларком дунканом этот фильм обязателен к просмотру вот просто является мне кажется золотой коллекции любого киномана кстати фильм был номинирован на премию оскар аж четыре раза в двухтысячном году дэвид сыграл второстепенную роль похищенного мужа героини мэг райн в боевике доказательство жизни в 2001 году актер снова принял участие в фильме основанном на романе стивена кинга сердца в атлантиде в детективной драме также сыграли энтони хопкинс и антон эльчин в 2002 году дэвид морс стал первым англоязычным актером номинированным на премию золотая лошадь китайский эквивалент оскара за великолепную работу в роли эксперта фбр кевина рихтера фильме двойное введение с 2002 по 2004 год морс исполнил роль майкла ольшанского бывшего полицейского из филадельфии ставшего таксистом в сериале взлом криминальная драма продолжительностью в три сезона была снята в филадельфии недалеко от дома актера в 2006 по 2007 годах актер играл постоянную роль майкла тритера в третьем сезоне медицинской драмы доктор хаус в этом же году лента получила премию эми как лучший драматический сериал в восьмом году морс исполнил роль джорджа вашингтона в мини-сериале компании hbo джон адамс за работу в биографической драме актер получил свою вторую номинацию на премию эми сериал повествует о профессиональной и личной жизни и деятеля американской революции и втором президенте сша джонни адамси в 2010 году дэвид получает награду как лучший актер на международном кинофестивале в карловых варах за роль в драматической комедии советник в 2013 году актер сыграл бывшего агента цру в фильме война миров z там же снимается и брэд питт в пятнадцатом году исполнил роль покойного игрока нфл майкла вебстера в биографическом фильме защитник с уиллом смитом в главной роли своими фаворитами из всей творческой биографии актер считает фильмы зеленая миля постовой на перекрестке девяносто пятого года кстати фильм вот у меня на слуху но я реально не помню о чем этот фильм и индиец беглец девяносто первого года в семнадцатом году снимался в сериале двойка с джеймсом франко в восемнадцатом году опять же сериал побег из тюрьмы данимора с бенисио дель торо режиссером кстати был бен стиллер ну и в двадцатом году сериал птица доброго господа с итаном хоуком и последней работы на сегодня это сериал последнее что он сказал мне сериал двойка для тех кто любит такие фильмы чтобы были полицейские под прикрытием просто полицейские наркотики проституция кстати там по моему начинается эпоха порнографии как потом бандиты сутенеры вообще фильм я посмотрел но не фильм сериал просто на ура но что же в личной жизни у дэвида жена дэвида морса актриса и писательница сьюзен уиллер дав они поженились еще в далеком восемьдесят восьмом году у пара трое детей дочь элиза и близнецы самуил и бенджамин семья живет филадельфий штат пенсильвания кстати в молодости морс пробовал себя в различных видах спорта но все попытки стать спортсменом сошли на нет когда он просто прошел прослушивание в школьной пьесе и в итоге получил роль ну конечно же я многие фильмы упустил с высоким рейтингом о дэвиде морсе потому что видос бы затянулся на очень очень много времени но вот он такой дэвид морс это были мои звезды vcs оставайтесь с нами и не забываем перематывать кассету на начало еще раз повторю что я уже есть на дзене а в к на рутюбе и я вас покину буквально на две-три недельки потому что наконец-то я выбрался в отпуск вам хорошо провести это время пересматривать мои старые выпуски но и встретимся уже совсем скоро